В наше время непозволительно не знать о событиях в Украине и мире. Все пробелы заполнены в следующие полчаса. Среди главных тем субботы такие. Чем больше Украина получит боеприпасов, тем значительнее будут успехи ВСУ на фронте. Европа инициирует увеличение фонда для бесперебойного производства снарядов. Основная идея заключается в том, что помогая Украине, мы помогаем себе. НАТО готовится к войне с Россией. Страны Альянса увеличивают оборонный бюджет, проводят совместные учения и укрепляют приграничные с агрессором районы. Когда и где ждать нападения Москвы? Мы рассматриваем Россию как угрозу для НАТО. И поэтому планы, которые мы разработали и которые были утверждены в Вильнюсе, направлены на противодействие этой угрозе. На территории России все чаще стали звучать сигналы воздушной тревоги и гореть режимные объекты. Сегодня сильно полыхало в Волгограде. Неизвестные беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод. Байден объявил о начале военной операции США на Ближнем Востоке. Вашингтон уже нанес удары по объектам в Ираке и Сирии, которые боевики использовали для нападения на американскую базу в Иордании. Противотанковые системы «Джевелин», пулеметы, боеприпасы к стрелковому оружию, наземную и водную технику, а также водолазное снаряжение Украине передала Эстония. Министерство обороны Балтийской страны объявило о новом пакете военной помощи. Однако из соображений безопасности точное количество вооружения Таллин не сообщил. Последние события в Европе показывают, что отправка важных ракет и другой военной помощи Украине продолжается в больших масштабах. И этим вместе с нашими союзниками мы посылаем четкое сообщение Кремлю, что мы будем продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока наступит победный конец. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии, из сообщения на сайте Министерства обороны Эстонии. Чтобы гарантировать бесперебойное производство боеприпасов и военной амуниции для Украины, Европейский фонд мира должен быть увеличен до 20 миллиардов евро. Об этом заявили сразу несколько министров иностранных дел стран ЕС перед неформальной встречей в Брюсселе. Я поддерживаю предложение Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности о 20 миллиардам фонде мира, который, как следует из названия, представляет собой европейский оборонный бюджет. Европейская оборона – это идея, время которой пришло. Этот пакет в 20 миллиардов евро будет разделен на 4 года, по 5 миллиардов каждый год. Это посылает сигнал промышленности. Если мы договоримся о ежегодном финансировании, то пошлем отрасли правильный сигнал. Финляндия призывает к максимальной сумме фонда мира, которую мы можем достичь. Основная идея заключается в том, что, помогая Украине, мы помогаем себе. И мы наращиваем нашу собственную оборону и наше собственное сдерживание, в том числе и на будущее. Чрезвычайно важно, чтобы мы наращивали оборонную промышленность. В России стреляли в пилота стратегического бомбардировщика Олега Стегачева. Об этом сообщили в Главном управлении разведки и Минобороны Украины. В ГУР отметили, что он был командиром экипажа Ту-95, служил на авиабазе «Энгельс» и был причастен к ракетным ударам по Украине и гибели мирных граждан. Стегачев получил несколько огнестрельных ранений. Жив он или нет, разведка еще уточняет. Российский Черноморский флот потерял свою основную логистическую базу. В военно-морских силах Украины отмечают, что сейчас работа флота оккупантов, если не парализована полностью, то серьезно усложнена. Подробнее об этом, а также о том, какая ситуация сейчас на передовой, далее в сводке Генерального штаба ВСУ. За минувшие сутки на фронте произошло 45 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Авгеевском направлении, 23. Также украинские защитники успешно отбили атаки россиян на Купинском, Лиманском, Бахмутском и Шахтерском направлениях. Как сообщили в генштабе ВСУ, ни на одном участке фронта армии РФ продвинуться не удалось. Командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые стойко держат оборону на Купинском направлении. На всех участках фронта идут тяжелые бои. Нашими главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками ВСУ в Телеграм. Наступление российских войск на фронте не может продолжаться вечно. Россиянам не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше на линии столкновения. Об этом заявил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Ивлаж. Россия хоть и большая страна, но она не может поддерживать такой вот темп очень высокой интенсивности на протяжении длительного времени. Рано или поздно этому придет конец. Наша задача сейчас основная – это максимально уничтожать все, что едет, идет, ползет, летит в нашу сторону, и максимально истощать противника, его запасы, ресурсы, и бить его везде, где только это можно. И с этой задачей украинские воины справляются на отлично. Об этом свидетельствует статистика уничтоженной российской техники от службы безопасности Украины. Так спецназовцы только за неделю ликвидировали почти 150 единиц военной техники. Это танки, артсистемы, средства ПВО, РЭП. Уничтожены 194 российских оккупанта. Украинским защитникам также удалось поразить около сотни российских огневых позиций и укреплений, а также два склада с боеприпасами. Кроме того, силы Главного управления разведки и Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер «Ивановец». Много сделано вами, много сделано войнами гуры и на земле, и на море. И Россия действительно испытывает боль от ваших действий, от действий ваших побратимов. И это важно, чтобы российские виновники этой войны действительно теряли ежедневно от нее же. Сегодня я хочу особо отметить ваш успех именно на море. Уничтожение российского ракетного корабля – сложная операция на рейде озера Донузлав. Шесть прямых попаданий морских дронов в корпус «Ивановца». Это действительно было сильно. Российский Черноморский флот уже длительное время находится в состоянии, когда не может применять против Украины ничего, кроме кораблей-ракетоносителей. Так считает спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук. И отмечает, что теперь у россиян и с ракетоносителями возникли проблемы. Их отрезали от Севастополя, где их основная логистическая база в Черном море, где вся инфраструктура. А главное – калибры остались в Севастополе. Они вынуждены быстро заходить в Севастополь, быстро загружать одну ракету и быстро оттуда убираться. Можно констатировать, что работа Черноморского флота, если не парализована полностью, то очень усложнена. Дмитрий Плетенчук, спикер военно-морских сил Украины в эфире марафона Едынина войны. Как отмечают эксперты, более 90% той техники, которую выдает российский промышленный комплекс, прошло восстановление. Более того, это восстановление советского наследия, у которого уже давно истек срок годности. И эту технику сейчас активно уничтожают украинские военные на фронте. Сейчас они вынуждены вести боевые действия с учетом дефицита этой техники. Дефицит вызван несовершенством военного промышленного комплекса, а обеспечивать ту группировку, практически 470 тысяч личного состава, штатной комплектации. Да, Шойгу может приехать на завод и сказать, нам нужно 100 тысяч 500 панцирей. Ему отдадут под козырек и скажут, да, мы вам это сделаем, ждите. Но не дождется, поскольку это невозможно и нереально. Поэтому ситуация у них будет только ухудшаться. Как сообщает генеральный штаб БСУ, только за последние сутки вооруженные силы Украины уничтожили 10 танков, 13 боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, а также одну реактивную систему залпового огня. 36 единиц автомобильной техники и 3 специальные. Также ликвидировали еще 880 российских оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ уже потеряла почти 388 тысяч военных. Российские войска обстреляли Купенск, Харьковской области. Утром оккупанты сбросили бомбу ФАП-500. Из-за атаки повреждены один многоэтажный и несколько частных жилых домов, а также электросети и другая гражданская инфраструктура, сообщил глава областной военной администрации Олег Сенегубов. По его данным, обошлось без пострадавших. Также в Кривом Роге Днепропетровской области россияне атаковали объект энергетической инфраструктуры, ударили дронами Камикадзе. На время без света остались 7,5 тысяч абонентов, сообщил Совет обороны города. О ликвидации последствий российских атак на объекты энергетики говорил и президент Украины в вечернем обращении. Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности Кривой Рог, энергетики работают, чтобы как можно скорее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Украинерго в регион всех необходимых специалистов и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду всех привлеченных работников. Страны Запада готовятся к возможному нападению России на Европу. НАТО сейчас проводит крупнейшие военные учения за 35 лет, в которых задействуют около 90 тысяч военных. Среди них и представители Швеции, которая должна присоединиться к Альянсу уже в этом году. Кроме этого, страны Балтии оборудуют линию обороны на границе с Россией. Европейские военные политики говорят о неизбежности столкновения. Тему продолжат наши корреспонденты. Учение НАТО «Steadfast Defender» – демонстрации единства и решимости защищать друг друга, подчеркнул Верховный Главнокомандующий союзными войсками в Европе Кристофер Кавали. Согласно сценарию, маневры НАТО предполагают отражение атаки в случае нападения на одного из членов Североатлантического Альянса. В ходе учений планируется провести не менее 500 воздушных боевых операций. В последние месяцы в блоке все чаще звучат призывы к гражданскому населению готовиться к войне с Россией. Например, одно из них 18 января от главы военного комитета НАТО Роба Бауэра. Мы рассматриваем Россию как угрозу для НАТО, и поэтому планы, которые мы разработали и которые были утверждены в Вильнюсе, направлены на противодействие этой угрозе. Поэтому тот факт, что мы должны быть готовы к нападению со стороны России, сам по себе не является новостью. Потому что именно для этого и существуют наши планы. Мы – оборонительный альянс, и мы должны быть готовы. И мы готовы, но мы совершенствуемся. 19 января страны Балтии, Эстония, Латвия и Литва подписали соглашение о создании общей оборонной зоны вдоль границ с Россией и Беларусью с основной целью – укрепление безопасности региона. Инфраструктура будет включать бункерные сети, опорные пункты и распределительные линии. Например, как пишет издание «Пости МЭС», Эстония построит на своей восточной границе примерно 600 бетонных бункеров для отражения потенциальной российской агрессии. Война России в Украине показала, что помимо техники, боеприпасов и живой силы для защиты Эстонии, нам нужны физические оборонительные сооружения на границе с первого метра. Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, из заявления на сайте ведомства. Аналитики Американского института изучения войны отмечают, что в последнее время президент России Владимир Путин активизировал инициативы, которые могут спровоцировать будущую эскалацию против стран Балтии. В частности, один из потенциальных сценариев – создать информационные условия для возможной агрессии РФ в отношении стран Балтии и других государств-членов НАТО под видом защиты российских соотечественников за рубежом. В то же время, по мнению некоторых экспертов, нападение России на страны Блока в обозримом будущем невозможно, поскольку боевой потенциал ее армии утрачен в войне против Украины, а на его восстановление уйдут годы. Латвия выделяет около 1% своего ВВП для поддержки Украины в военном, экономическом, гуманитарном и других отношениях. Мы будем продолжать. В более крупных экономиках этот 1% был бы совсем другого масштаба. И моя страна, Латвия, является примером того, что не обязательно быть огромным или чрезвычайно богатым, чтобы поддержать Украину. Мы должны убедиться, что Украина выиграет войну, что Украина остановит Россию, потому что иначе ситуация будет только усугубляться. Весной в странах Балтии, а также Германии и Польше запланированы крупные учения «Стойкий защитник», которые будут включать до 700 воздушных боевых вылетов, маневры полусотни кораблей. Более 40 тысяч военнослужащих будут отрабатывать сценарий отражений российской агрессии против одного из членов альянса. Проводить такие учения планируется дважды в год. В Москве акция родственников, мобилизованных на войну против Украины, закончилась задержанием 25 мужчин. Как сообщает The Moscow Times, накануне движения «Путь домой», которая объединяет родственников, мобилизованных в Росармию, призвала выйти на акцию протеста у стен Кремля. В итоге мероприятие собрало около 200 человек. Их основное требование – возвращение мобилизованных домой. Как пишет издание, в Кремле же поставили задание местным властям пресекать подобные протесты, чтобы не создавать негативный фон перед так называемыми выборами президента РФ. Россию снова атаковали дроны. На этот раз под удар неизвестных беспилотников попал нефтеперерабатывающий завод в Волгограде, сообщают РосСМИ. Данные о мощном пожаре подтвердили представители экстренных служб и Министерство чрезвычайных ситуаций РФ. Огонь распространился на 300 квадратных метров. Пострадавших нет, а причина возгорания устанавливается. Сегодня же ночью взрывы прозвучали и в Белгородской области. Об атаке дронов заявил губернатор области, а пострадавших сообщений нет. В России растет недовольство войной. Против мобилизации почти 70% населения. Такие данные озвучили в Главном управлении украинской разведки. Там отмечают, чтобы пополнять потери на фронте, Кремль вынужден призывать в оккупационную армию минимум 1000 человек ежедневно. Война все глубже входит в жизнь обычных россиян. По территории федерации значительно участились атаки беспилотников. И в стране все больше взрывов на режимных объектах. Количество атак на основные объекты критической и военной инфраструктуры, вероятно, будут расти. Так считает начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, гражданское население России, наконец, видит реальную картину войны. Они видят охваченные огнем нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик. Все это полезно. Война с Россией может завершиться только одним способом – установлением справедливости. Вот как она закончится. С возвращением того, что было потеряно. Кирилл Буданов, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В интервью СНН. Атаки на режимные объекты в России в последнее время участились. В основном обстрелам подвергаются нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы. Утром 1 февраля под городом-строителем в Белгородской области сбили 4 дрона, заявили в Российском оборонном ведомстве. Также была атакована Нижегородская область. Наибольшим обстрелом за последнее время подвергались Курская и Московская области. В Кремле решили сбросить ответственность на самих россиян. В частности, хотят заставить бизнес покупать оборонные средства защиты. Российская сторона уже несколько месяцев, Кремль имею в виду и власть, настаивали на том, что спасение утопающих – это дело самих утопающих. Но если перевести нормальный язык, то предлагали крупному бизнесу самим скидываться и покупать средства радиоэлектронной борьбы, чтобы закрывать свои большие объекты от украинской беспилотной авиации. В России запретили пролет любых авиаобъектов над нефтебазами и нефтеперерабатывающими заводами. Разрешение есть только у военных самолетов и высокопоставленных лиц. Для перехвата дрона в России в глубоком тылу разворачивают подразделения радиоэлектронной борьбы и ночью на северо-западе России отключают мобильный интернет. Эксперты считают данную меру бессмысленной. Эти же самые российские специалисты ничего не мешают отправлять эти беспилотники днем, когда сотовые данные будут снова восстановлены и будут работать в полном объеме. Не получится же выключить полностью линии сотовые данные от высокомобильного интернета, высокоскоростного, в угоду защите от летающих объектов. Министерство обороны в этом году планирует подписать контракты на сотни тысяч беспилотников. Всего сейчас на рынке работает более 200 украинских компаний, которые занимаются беспилотниками или сервисами и продуктами в сфере дронов. Президент Владимир Зеленский в свою очередь заявил о намерении наладить логистику и производство отечественных дронов, что должно увеличить количество беспилотников до миллиона уже в этом году. И к другим важным событиям дня. Президент США Джо Байден объявил о начале военной операции на Ближнем Востоке. Она стала ответом на недавнюю атаку по американской базе в Иордании, в результате которой погибли трое военных Соединенных Штатов. Они были убиты беспилотником, запущенным проиранскими боевиками. Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться по времени и в местах, которые мы выберем. Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-нибудь еще в мире. Но пусть и знают все те, кто может причинить нам вред. Если вы причините вред американцу, мы ответим. Джо Байден, президент Соединенных Штатов Америки. Удары вооруженных сил США были направлены на три объекта проиранских боевиков в Ираке и четыре в Сирии. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. Вооруженные силы США нанесли удары по более чем 85 целям на семи объектах, используемых корпусом Стражи Исламской революции Ирана и боевыми группировками, которые он спонсирует. В этой операции были задействованы многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики Б-1. Целями были центры командования и управления, а также штабные здания и разведывательные центры. Эти цели были тщательно отобраны, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. И на основе четких доказательств того, что они были связаны с нападениями на американский персонал в регионе. Министерство обороны находится на ранних стадиях оценки боевых потерь, но мы считаем, что удары были успешными. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США. В интервью Associated Press. Миссия Европейского Союза по защите коммерческих судов от нападения хуситов в Красном море будет иметь исключительно оборонительный характер. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. По словам дипломата, будущая миссия сосредоточится сугубо на защите коммерческих судов. Дату миссии планируется утвердить на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза 19 февраля. В этом и состоит цель защита кораблей, а также предотвращение атак на корабли. Без участия в каких-либо боевых действиях. Только блокирование атак хуситов на суда. Конечно, это важная миссия. Мы все беспокоены ситуацией с движением транспорта по каналу. Параллельно США пытаются снизить напряженность в Газе. Госсекретарь Энтони Блинкен анонсировал свой пятый визит в регион. Цель вместе с союзниками достичь прочного мира на Ближнем Востоке и безопасности, как для израильтян, так и для палестинцев, отметил американский чиновник. Срочное удовлетворение гуманитарных потребностей в секторе Газа и продвижение стабильности на Ближнем Востоке являются приоритетами, которые мы разделяем с Саудовской Аравией. Обсудил с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом Ибн Фарханом Ибн Абдуллах Аль Саудом «Мою предстоящую поездку в регионы и усилия по продвижению регионального мира и безопасности». Энтони Блинкен, государственный секретарь США в соцсети ИКС. На Лионском вокзале в Париже вооруженный ножом 32-летний уроженец Мали устроил кровавую бойню. Один человек тяжело ранен, еще двое получили легкие травмы. Полиция обезвредила и задержала нападавшего. На сегодняшний день власти Франции не квалифицируют происшествие как теракт. Также полиция выяснила, что у нападавшего есть итальянский паспорт. Мотивы его поступка устанавливаются. Сейчас нет никаких признаков, указывающих на то, что это мог быть террористический акт. Но опять же, в подобных случаях мы всегда должны быть осторожны, поскольку полиция ведет расследование. Будет проведено расследование записи его телефонных разговоров, его жизни в Италии, а также заявлений, которые он сделает во время слушаний. Тогда и посмотрим, будет ли окончательно уволен лидер террористов или нет. В Берлине по меньшей мере 150 тысяч человек вышли на протест против ультраправых с плакатами «Остановим расизм» и «Это касается всех нас». Как сообщает Associated Press, подобные демонстрации также прошли в Ганновере и Фрайбурге. Десятки тысяч людей выходят на улицы немецких городов уже в течение трех недель из-за статьи группы журналистов-расследователей. В ней говорится о том, что правые экстремисты недавно встречались, чтобы обсудить депортацию миллионов эмигрантов, в том числе и тех, кто имеет немецкое гражданство. Канцлер Германии выразил свою поддержку протестам по всей стране. Он назвал их сильным знаком в пользу демократии. Тайвань усиливает экспортный контроль подсанкционных товаров в Россию, чтобы предотвратить их использование в войне против Украины. Штрафы за передачу технологий, металлообрабатывающих станков и других товаров увеличивают в 15 раз до 32 тысяч долларов. Также власти намерены усилить контроль за поставками тайваньских технологий в Россию и Беларусь через третьи страны. Речь идет о Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Евросоюз вложит 10 миллиардов евро в транскаспийский коридор в обход России. Речь о маршруте для грузов и пассажиров из стран Центральной Азии в ЕС. Украинские порты Одесса и Черноморск также включены в морской отрезок коридора. Так Брюссель ищет альтернативные торговые пути без РФ. Подробнее расскажет Кристина Домбровская. Транскаспийский международный транспортный маршрут пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и далее через акваторию Черного моря в Европу. В нем задействованы два вида транспорта – железнодорожный и морской. Ежегодно через него перевозят до 10 миллион тонн товаров. Из них 200 тысяч контейнеров направляются в Европу. На расширение пути ЕС выделил 10 миллиардов евро. Предполагается, что коридор позволит доставлять товары в Европу через Центральную Азию за 15 дней. Как заявили в Еврокомиссии, полномасштабное вторжение России в Украину подчеркнуло безотлагательность поиска альтернативных торговых путей между Европой и Азией, которые не будут проходить через РФ. Центральная Азия стала важнейшим партнером ЕС с ее огромным потенциалом. В частности, с точки зрения безопасности и коммуникации, а также диверсификации энергии и ресурсов. Европейский Союз ввел существенные санкции против России, которые значительно ослабили ее военную машину. Но они все еще действуют, и война продолжается. И для того, чтобы санкции были эффективными, нам необходимо полное сотрудничество со стороны наших партнеров. Мы внимательно следим за торговлей между нами, между странами Центральной Азии, с Россией. Мы должны расширить сотрудничество в этом направлении. ЕС уже является крупнейшим инвестиционным партнером Центральной Азии. На его долю приходится более 42% всех прямых иностранных инвестиций в регион. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский. ЕС остается основным торговым партнером Центральной Азии. По данным Европейской комиссии, импорт товаров из Центральной Азии в ЕС вырос на 67% в 2022 году. А экспорт из ЕС в Центральную Азию увеличился на 77%. По мнению экспертов, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан постепенно отдаляются от России и стремятся к установлению новых партнерских отношений с другими европейскими странами. По словам министра транспорта Казахстана, за последние годы динамика развития сотрудничества между ЕС и Станой только возрастает. В прошлом году грузооборот по железной дороге составил 300 миллионов тонн, 85 миллионов из которых казахстанский экспорт. Более 27 миллионов тонн – это транзитные перевозки. Кроме того, 80% железнодорожных перевозок между Китаем и ЕС проходит через Казахстан. Также министр транспорта Казахстана анонсировал завершение переговоров с Европейской комиссией по подписанию соглашения, которое позволит каждой европейской авиакомпании летать из любой точки в Европу в любую точку Казахстана. Казахстан готов передать в управление европейским инвесторам оставшиеся 22 аэропорта, которые имеют большой потенциал для превращения в транзитный узел между Азией и Европой. Для реализации крупных инфраструктурных проектов потребуется не менее 40 миллиардов евро. По словам главы дипломатии ЕС Жизеппо Борреля, развитие транспортной сети является важной частью расширяющегося сотрудничества между ЕС и Центральной Азией. Согласно данным, представленным на сайте Еврокомиссии, с 2021 по 2027 годы, страны Европейского Союза намерены выделить на совершенствование транспортных систем Центральной Азии до 300 миллиардов евро инвестиций. На лечении в Германии находятся 735 украинских военных. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская. В рамках своего визита в Берлин вместе с первой леди ФРГ Эльке Бюденбендер она посетила клинику Шарите. Именно там оказывают помощь бойцам, которые получили тяжелые ожоговые и минно-взрывные ранения в результате российской военной агрессии. Зеленская подчеркнула, что Германия является основным партнером Украины в осуществлении медицинской эвакуации пациента. Кроме этого, во время визита в Германию первая леди Украины встретилась с главой Бундестага Бербельбас и президентом страны Франком Вальтером Штайнмайером. У нашей программы ментального здоровья есть слоган «Как ты?». И такой эквивалент есть в любом языке. В любом языке найдется такое слово, которое будет означать то же самое. И мы спрашиваем «Как ты?», имея в виду все вместе. Жив ли ты? Здоров ли ты? Страшно ли тебе? Все ли у тебя в порядке? И очень хотим услышать утвердительный ответ. Надеюсь, что наша встреча, наша совместная работа позволит большему числу людей положительно ответить на этот вопрос. Желаю нам всем силы жить, развиваться и побеждать. Слава Украине! Спасибо вам! Субтитры подогнал «Симон»